1 сентября тысячи школьников придут в обновленные учебные учреждения. Столовые, фасады, входные группы обретут современный вид в школах области. Десять образовательных учреждений региона давно ждали своего часа. Также в двухгодичном цикле индийская школа номер один, потому что там очень большой объем ремонтных работ, поэтому она полноценна с 1 июня, закрыта на ремонт, и ребятишки распределены на следующий учебный год в другие школы временно города Инзы. И также Большиногаткинская школа Цельнинского района тоже приступили с начала июня к большому капитальному ремонту, но там у школы два корпуса, поэтому мы один год отремонтируем один корпус, другой год ремонтируем другой корпус. За 2024 и 2025 год отремонтируют и Ульяновскую гимназию номер 2. Переводить детей здесь не потребуется. Все работы по обновлению будут проходить в летний период, когда у школьников каникулы. За два года тут планируют модернизировать столовую и пищеблок, фасады и входную группу, кровлю и окна, спортивный зал и кабинеты. На капремонт потратят около 99 миллионов рублей. Начали мы в середине мая. Если вы засняли, то уже работа ведется хорошими темпами. Сейчас начинают делать обеденный зал и фасад. А затем уже где-то в июле начинают делать четвертый этаж. А будет только ремонтироваться обеденный зал. Это будет демонтаж пола. У нас очень старый паркет. И сцену будем убирать, чтобы расширить помещение. Просто у нас актовый зал является и столовой. Поэтому, чтобы расширить помещение, мы сделаем по типу других школ, как они сделали. Будем расширять этот зал за счет сцены. В течение года отремонтируют Николаевскую среднюю школу, лицей номер 40, Приулгу, Барышевскую школу номер 4, Вишкаемский лицей имени Зиновьева, гимназию номер 1 имени Ленина, Павловскую среднюю школу номер 1 и кадетскую школу имени Кашкадамовой. Все учреждения обновляют в рамках федеральной программы, запущенной в регионе по поручению президента России Владимира Путина. Светлана Карпухина, Анатолий Рассохин, Управда ТВ.